В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куклева. Здравствуйте! И далее о событиях этой недели. Вот некоторые темы этого выпуска. За маршрутчиками глаз да глаз. Только треть водителей маршрутных такси знают правила дорожного движения. Ремонт по ОСАГО. Страховщикам разрешили не платить гражданам. И как будут выглядеть клумбы в областном центре этим летом? Только треть водителей маршрутных такси знают правила дорожного движения. Такие результаты показал эксперимент, который провели госавтоинспекторы. Экзамен в теории прошли немногие. Привычная глазу картина. Маршрутное такси, игнорируя многие правила дорожного движения, летит по полосе. Вопрос этих нарушений поднимался в ГИБДД неоднократно. Однако до сих пор на просторах интернета каждый день появляются новые ролики о таких водителях. И сколько бы сотрудники госавтоинспекции не проводили тщетных мероприятий, число нарушений не уменьшается. В последнее время, например, применяется скрытое патрулирование. С помощью средств видеозаписи сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения, а затем приглашают водителей для беседы. Несмотря и на это, пренебрежения правилами ПДД продолжаются. Традиционными нарушениями водители маршрутных транспортных средств стали поворот нестой полосы, выезд за стоп-линию, остановка на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пренебрежение ремнями безопасности и управление транспортным средством, которому запрещена эксплуатация. Три месяца назад в управлении ГИБДД проводилось открытое совещание с представителями перевозчиков, где приняли очень необычное решение направить водителей маршруток для сдачи теоретического экзамена ПДД. 12 водителей, поддержав инициативу сотрудников госавтоинспекции, прибыли на проверку теоретических знаний. К сожалению, только треть от принявших участие в проверке успешно прошли испытания. Водители маршруток пошли навстречу и нашему телеканалу, также ответив на несколько простых вопросов. Где нужно останавливаться на перекрестке? Перед светофором. До светофора или до стоп-линии. А если не стоп-линии? До светофора. Перед светофором. До стоп-линии. А и при отсутствии стоп-линии? 5 метров от светофора. Ну, от столба светофора. Где разрешена посадка и восход к пассажиру? На остановку. Там знак висит на синем фоне. Автобус. На остановку. В строго отведенных местах на остановке. Что нужно делать при ДТП? Сейчас? Ну да. Ну я вызываю комиссар аварийного. Доставать свои телефоны, фотоаппараты, фотографировать все, снимать за этот. Ну где-то отмечать надо будет, а потом все в Гаире туда ехать самим вдвоем. Вызвучить аварийных комиссаров. Остановиться, включить аварийку. В смысле? Посмотреть, если там пострадавших нет, выставить знаки. Самое главное, помнить, что выполнять правила дорожного движения должны не только водители маршрутных такси. Каждый водитель обязан следить в первую очередь за самим собой. По отношению к нам никто правила не соблюдает. Первый пункт не выпускает с остановок. И никто об этом даже не знает, не подозревает, что мы имеем преимущество. Второй пункт. Все остановки забиты. Стоящим транспортом, что создает аварийность при посадке и высадке пассажиров. Депутаты утвердили направление в сервис вместо денежных выплат по ОСАГО. По новым правилам пострадавших ДТП автомобилем, страховщики будут направлять на станции техобслуживания, с которыми у страховой компании заключен договор. При этом выбирать компанию будет сам автовладелец. На ремонт отводится 30 дней. Минимальный гарантийный срок на результат восстановления составит 6 месяцев. Важно, что автомобиль не старше двух лет отправят на ремонт только на станцию техобслуживания. Возместят денежные средства в том случае, если автомобиль не подлежит восстановлению. При ремонте будут использоваться только новые запасные части, независимо от возраста автомобиля. В связи с этим эксперты остерегаются, что участятся случаи угонов. Смертельная авария под Рязанью. Водитель автомобиля отечественной марки погиб, врезавшись в припаркованный автобус. В среду водитель автомобиля Калина, двигаясь из Рязани в сторону Солочи, врезался в припаркованный автобус. Водитель пассажирского транспорта остановился на обочине, соблюдая правила, чтобы высадить дорожных рабочих. Они производили на момент аварии очистку ограждения разделительной полосы. Автобус в момент столкновения был пустой. В среду днем в поселке Солочи произошел мощный пожар. Сразу два дома загорелись на улице Школьной. Пламень уничтожил деревянный дом и частично двухэтажные кирпичные. Тушили огонь 15 сотрудников противопожарной службы. Пострадавших нет. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые подозреваются в вымогательстве. В ведомство обратился 20-летний рязанец. Он сообщил, что пьяные хулиганы путем вымогательства похитили товар из торговой палатки, где он работает. В рязанской области борются с палами травы. В этом году они начались раньше обычного. Сотрудники МЧС сообщают, что с начала года было ликвидировано уже 17 возгораний. Наибольшее количество, а именно 11, зарегистрировано в Рязани. Среди муниципальных районов больше всего загораний в Рыбновском. Спасает от пожаров родные просторы умелец из Старожиловского района. Современную разработку местного кулибина оценил и министр МЧС России. О том, как прославился начальник пожарной части в репортаже Галины Ершовой. 1 апреля в Рязанской области ждут с волнением. Старожиловский район всегда был сельскохозяйственным. На его территории всего 3% лесов. Остальную часть занимают поля. Для того, чтобы спасти родные просторы от огня и весеннего пала травы, начальник пожарной охраны Виктор Бирюков стал настоящим изобретателем. И эту новинку он подсмотрел у американских коллег. Сам выточил, опробовал и внедрил в свои части. Сейчас такое нехитрое устройство есть у каждого пожарного. Подошли, открыли люк у колодца. Не надо уже брать другое. Подошли, стекло разбили. Подошли, дверь приоткрыли. То есть, это, по-моему, все в кармане ложится. Надо рукав повесить. Повесили рукав, вот висит рукав. Здесь задержка. Второй и самой значимой новинкой Виктора Бирюкова стал самодельный прицеп. В него помещается один кубический метр воды. То есть, одна тонна. Устройством может пользоваться любой человек, даже пенсионер. Здесь есть все необходимое. Лопата, пожарный рукав, специальная хлопушка и многое другое. А тушить возгорание можно прямо в движении. Закупили фотопомпа, емкость. Тут я не знаю, что нужно покупать. Все остальное, как бы, по способу, на себе стоимость. Его материал где-то 70 тысяч. Ну и работа в порядке 50 тысяч стоит. В то время как такой же прицеп, который раздается, в порядке 700 тысяч. Сейчас пожарные делают их на волонтерской основе и раздают коллегам. 12 штук уже стоят на страже порядка Рязанской области. Да, это своего рода придумки, это своего рода конструкторские какие-то инновации. Мы их тоже реализуем. И сельские главы, главы районов принимают это на вооружение. Также у себя их, скажем так, ставят на вооружение в пожарных частях. За три года использования новинка показала себя во всей красе. Недавно в поселке Чернобаево загорелось жилое здание. И пожарные не растерялись. Буквально через три дома стоял прицеп. И они его даже ни машины, ничего, они их на руках прокатили и тут же потушили. Потому что очень легко, балансирно сделано. В отличие от заводских образцов, которые не всегда подходят для конкретных условий местности, наша новинка постоянно дорабатывается. После происшествия пожарные собираются и вместе анализируют, как сделать свою работу еще эффективнее. В Рязани состоялся 28-й межрегиональный специализированный форум «Стройиндустрии-2017». На сегодняшний день выставка – это проект, способствующий развитию строительной отрасли Рязани и области. Ведущие строительные компании, зарекомендовавшие себя на рынке региона, представили на выставке новейшие технологии и последние разработки. «Стройиндустрия-2017» – это 28-й специализированный форум. Здесь ведущие представители строительной отрасли говорят о достижениях. Строительные материалы, технологии и оборудование здесь как своеобразный итог работы за год. Но, пожалуй, главная – презентация нового жилья. Ведущий состройщик города «Стройпромсервис» считает своей гордостью почти десяток крупных жилых объектов. Самый главный у нас упор – это последние годы на качество. У нас шикарные подъезды, это, соответственно, ландшафт. Мы создаем внешний вид как внутри здания, как интерьеры, так и экстерьеры. Сегодня на стенде варианты комплексной жилой застройки. Окские просторы – жилой комплекс в экологически чистом и живописном месте с развитой инфраструктурой, детским садом и школой на территории. Окские просторы, где в общей сложности будет 115 тысяч квадратных метров. Сейчас дано два дома и еще получаем разрешение строительства пяти домов. Жилой комплекс «Звездный» получил свое название из-за уникального местоположения. Это самая высокая точка города. Но самый грандиозный проект – это Шереметьевский квартал. Сейчас там построено уже 50 тысяч квадратных метров. Также сейчас проектируем и, надеяться, будет построена в 2018 году школа на 500 мест и детский сад. Современные комфортабельные коттеджи. Это два поселка. Новый посад и коттеджный комплекс Окские просторы. Соединили в себе все преимущества городской и загородной жизни. Строительство разнообразное. Дома из клееного бруса, дома каркасные, деревянные, дома кирпичные, ну и любые другие по желанию заказчика. Построить коттедж своей мечты предлагает домостроительный комбинат «Русский дом». Это современное производство домов из клееного бруса. Здесь можно заказать как проект целиком, от фундамента до кровли, так и выполнить только деревянную часть на старом фундаменте. Продукция высокотехнологичная, клееный брус. Предприятие уже существует порядка шести лет. Достаточно разветвленная сеть, приемы заказов. Стенд компании «Русский дом» стал одним из наиболее ярких и запоминающихся на выставке и собрал около себя наибольшее количество зрителей. В центре дома крепкий и выносливый бамбук, как символ силы и стойкости. Яркие цвета скоро придут на смену грязи и остаткам снега и мусора. В городе сейчас готовят рассаду для первых клумб и лужаек. Сейчас бархотки и тюльпаны растут в специальном питомнике. Всего до конца весны в Рязани появится 420 тысяч цветов. На улице холодно и сыро, а здесь в теплице вовсю цветут цветы. И вскоре вот эти бегонии, как и другие растения, ожидающие своего часа, окажутся на улицах нашего города. Десять теплиц, в которых именно сейчас происходит невидимая горожанам кропотливая работа, которая спустя месяц-полтора и станет основой прекрасного. Бегонии, остромерии, тюльпаны, розы – все это не появляется из ниоткуда. Над тысячами саженцев и ростков трудится команда из десяти человек здесь, в селе Высокое. Сначала мы сеем в ящики семена. Семена посеяли, потом они всходят до определенного возраста, и потом мы ее начинаем пикировать в кассеты. Готовь сани летом, а проекты городских клумб зимой. Ландшафтные дизайнеры потрудились и сейчас уже знают, как будут выглядеть главные улицы города. Город будет новый, несмотря на то, что мы в этом году используем традиционные цветы для нашего города, для нашего региона. Будет посажено 27 видов цветов. Среди них будут дополнительно закуплены розы. Ежегодно мы закупаем по тысяче штук. Плюс впервые будут закуплены канны, жимолость вьющейся, хоста и другие растения. Очень понравились горожанам розарии, поэтому розы будут радовать своим пьянящим ароматом и этим летом. В районе площади Ленина и в верхнем и нижнем городских парках. 21 марта во всем мире отмечали День человека с синдромом Дауна. Дата не случайная. У людей, которых за их добродушный нрав называют солнечными, в 21 паре хромосом – одна лишняя. Дети, которых еще совсем недавно считали необучаемыми, сегодня занимаются спортом, музыкой и посещают обычные школы. Однако, чего все это стоит, знают только их родители. В эти дни в городе проходит фестиваль «Подснежник». В двухнедельной программе научно-практическая конференция, фото-выставка, просмотр фильмов и вебинары. Изменить отношение общества к проблеме особенных детей – вот главная задача этих встреч. Конечно, за последние десятилетия обстановка изменилась и достаточно сильно изменилась. Конечно же, раньше это была вообще какая-то неприличная тема. Ну, времена меняются и, в общем-то, благодаря, да, и таким мероприятиям, и освещению, и привлечению широкой публики, в общем-то, разрушаются стереотипы. В первый день фестиваля все его участники смогли увидеть специальный кинопоказ. Как сказала одна мама, когда я ей сказала о возможности прийти и посмотреть такой фильм. Она сказала, мне это кино не надо, оно у меня в жизни 24 часа в сутки. Это нужно для тех, кто не знает, кто не понимает. Но хотел бы узнать, хотел бы понять, и это позволит им принять нас такими, какие мы есть. А 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Всемирная организация здравоохранения планирует резко снизить заболеваемость туберкулезом к 2030 году. За последние 4 года уровень заболеваемости туберкулезом на Рязанщине снизился почти на 40%. В результате регион занимает 13 место среди более чем 80 субъектов. В микробактериологической лаборатории работают два аппарата для ускоренной диагностики микробактерий в анализах мозга мокроты. Когда результат получается в первый день и результат посева мокроты на жидкие среды с определением лекарственной чувствительности на 40-й день. Раньше это были значительно более продолжительные сроки диагностики. Метеорологическая служба Рязани отметила 140 лет со дня создания. Синоптики-метеорологи в наше время стали законными предсказателями будущего. Все чаще их ругают, но критику, говорят они, нужно принимать с достоинством. Моя коллега Анна Герцовская узнавала, как синоптики отмечают профессиональный праздник. На самом деле в последнее время немного жалоб можно услышать в адрес синоптиков. Точность повышается благодаря новому оборудованию и хорошей организации работников. Ведь от гидромедцентров зависит безопасность жизни граждан всей страны, сельского хозяйства, экономики и материальных ценностей. Даже только что зародившийся шторм теперь не является неожиданностью. По всей стране существует масса доплеровских локаторов, которые в режиме реального времени выявляют любые изменения в атмосфере в радиусе 250 км и на 20 км вверх от самого локатора. Такое оборудование недавно было построено и в Рязани. В этом году оно должно быть пущено в ход. Так как позволяют в режиме реального времени отслеживать информацию о местоположении и перемещении облачных образований. В основном возникновение зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе наиболее часто встречающиеся, это в летнее время, конвективные явления, грозы, град, шквалы. Она посылает луч и принимает об этом отражающий. Имеет возможность отличить не только водичку от ясной погоды, но также имеет возможность отличить это соседнее здание попало или это облако движется. Сам локатор скрыт под защитным куполом, однако он словно суперсканер на огромном расстоянии способен увидеть, что происходит. Оборудование отличает дождь от града, облачность от ясной погоды. И будет передавать данные каждые 10 минут в Рязанский гидромедцентр и в Москву для создания общей погодной картины в стране. Однако автоматические станции при отключении интернета данные передавать не могут. У гидрометеостанций, управляемых вручную, есть собственный канал связи, в том числе и с Москвой. И при неполадках с интернетом работники передают данные вручную каждые 3 часа. Так что техника не идеальнее людей. И в праздничный день начальник Рязанского гидромедцентра Алексей Олегович Крутовский вручил грамоты отличившимся работникам. Одновременно с этим пожелал коллегам, гидрометеорологам, работникам водного хозяйства и мониторинга окружающей среды и экологии, большого жизненного счастья, удачи и весеннего настроения, хорошей погоды в доме и на работе. Российские депутаты выступили с предложением ввести понятие потенциально опасной породы собак. Такая инициатива изложена в законопроекте об ответственном обращении с животными, который парламентарий готовится рассмотреть во втором чтении. Спокойствие утреннего дворика нарушено. На прогулку выходит хозяин со своей собакой. Страшный вид питбуля приводит всех в ужас. Но, к удивлению, собака не лает на людей и вообще ведет себя крайне спокойно. Любой кинолог назовет вам две самые кусачие породы собак. Ответ вас удивит. Это такса и пекинес. Но на них клеймо опасное, никто не вешает. Выражение «бойцовая собака» звучит страшно. Например, питбуль, способный своим грозным видом распугать детвору. Но бойцовые собаки – это собаки, нацеленные на бой друг с другом. К людям они относятся с большой любовью. Агрессивных собак дрессируют на защитно-караульную службу. И дрессируют именно для того, чтобы она свою агрессию выплескивала на обученного человека в определенные ситуации, на определенную команду. И тогда эта собака становится нормально управляемой и не швыряется на прохожих направо и налево. По мнению кинолога, любая собака должна быть дрессированной. Будь то милый песик, способный поместиться в сумочку, или большая овчарка. Любому человеку будет легко и приятно, если собака и вправду станет ему верным другом. Она способна быть не только помощником по дому, но даже и сиделкой. Но, к сожалению, стаи бродячих собак по-прежнему бегают по улицам нашего города. Кинолог Ольга Максимова также рассказала, как действовать при встрече с ними. Здесь можно сделать вид, что вы поднимаете палку, поднимаете камень. Вы можете замахнуться просто рукой, то есть сымитировать что-то, как правило, они не подходят. Но если уж нападают, то уж хватайте все, что под руками и отбивайтесь. Бежать ни в коем случае, ни в коем. Если на вас нападает домашняя собака, то есть выскочила из подъезда и побежала на вас, то самый простой способ – это прикинуться деревом. То есть остановитесь, не машите руками, не кричите, не отбивайтесь от нее сумкой или пинками. Реакция у нее намного быстрее вашей, она вас, скорее всего, вы ее спровоцируете на это нападение. А самое главное – простая прописная истина, которую мы должны помнить всегда. Если человек не расстравливает собаку, правильно ее содержит, не злит ее – нет опасных пород собак. Есть опасные виды дрессировок. В Академии ФСИН России прошел открытый турнир памяти Николая Макарова по стрельбе из пистолета. На соревнования в Рязань приехали из разных городов России. Меткость проверяют в тире, стреляют только из одного вида оружия – табельного пистолета Макарова. Отточными движениями пистолет вылетает из кобуры. Это не военные действия и не учения. На огневом рубеже участники шестого открытого турнира памяти Николая Федоровича Макарова по стрельбе из пистолета. В нем приняли участие как студенты, так и действующие полицейские. Среди них сотрудники Росгвардии, ОМОН и СОБР. Более 80 человек в погонах и 40 профессиональных спортсменов. В течение трех дней они будут бороться за звание лучшего, демонстрируя мастерское владение легендарным пистолетом Макарова. Пистолет Макарова надежный, простой, безотказный, в отличие от других пистолетов, которые современные. У этого пистолета практически не бывает задержек при стрельбе. Если его вовремя обслуживать, то есть не допускать того, чтобы он был нечищенный, грязный и так далее. В первый день соревнований участники из девяти городов выполняли упражнения на скорость. За 30 секунд им нужно было 10 раз поразить мишень, при этом один раз поменять магазин пистолета. Попасть в самое яблочко не так просто, как кажется, но опытные стрелки добиваются показателей в 98%. Для того, чтобы хорошо стрелять, нужно в совершенстве знать свое оружие. На разборку такого пистолета дается 6 секунд. Ну что ж, попробуем. У меня на эту задачу ушло в два раза больше времени. А вот Дмитрий Захаров, который мечтает стать сотрудником ОМОНа, знает его в совершенстве. Молодой человек уже завоевал звание кандидата в мастера спорта по практической стрельбе. Оружием он владеет с детства, в возрасте 8 лет. Папа привел мальчика в местный тир. Я в Тульской области. Был стрелковый тир, где стреляю с мелкокалиберного оружия. И вот с отцом туда вводил меня постоянно. Как кружок был дополнительно после школы. С тех пор Дмитрий уделяет этому виду спорта все свое свободное время. В оставшиеся дни соревнований участникам предстоит выполнить 6 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы. Подведение итогов пройдет в эту пятницу. И конечно каждый хочет оказаться на вершине. Но в этом спорте важнее поставить личный рекорд. В Рязани работает выставка стендового моделизма. Военно-исторические миниатюры представили авторы Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Что служит для участников источником вдохновения и каким критериям должна отвечать такая техника, узнавал Валерий Седов. Застывший перед выстрелом солдат. Танк, из которого вот-вот вылетит снаряд. Корабли, которые никогда не покорят моря. Целый амфитеатр больших сражений, на которых навсегда застыло время. Нет, это не стоп-кадры исторической хроники, а модели девятой выставки «Забытые сражения». Мероприятие имеет не только всероссийский размах. Многие модели присланы из-за границы. У нас есть работы из Кишинева, у нас есть работы из Мариуполя. У нас были, но в этом году нет. У нас были работы даже из Соединенных Штатов Америки. Привозили люди. Все модели, представленные на выставке, эксклюзивны. Каждая из них собиралась вручную из разных материалов. У нас выставка стендового моделизма военно-исторической миниатюры и упор на то, что собирается своими руками. Некоторые модели воссоздавались вручную по фотографиям и чертежам военной техники. Представленные оловянные миниатюры и солдатики также покупались черным брусом, вытачивались и расписывались своими руками. Но на выставке присутствует не только военно-историческая миниатюра. Например, здесь есть эксклюзивная фигурка художника-мультипликатора Вячеслава Назурука. Также в Рязань со своими моделями приехали гости из других городов. Стендовым моделизмом он начал заниматься, можно сказать, со школьных скамьей. Тогда довелось мне жить в Германской демократической республике в ГДС. Когда собираешь модель, изучаешь всю ее историю подногодно. Выставка работала целый день. От зрителей не было отбоя. Каждый пожелал сфотографироваться с моделями. Наверное, после выставки многие зрители пожелали купить пластиковый набор и похвастаться своими достижениями через год. Как сказал Юрий Тикунов, обязательно скажи ребятам, всем девчонкам, которые придут на открытие, чтобы они к следующему году, к юбилейному году, готовили свои юбилейные модели, юбилейная работа, чтобы они были на порядок выше, и день с ней, нежели то, что представлялось в годы предыдущие. 24 марта в мире отмечали Международный день борьбы с депрессией. Вариантов отпраздновать такой праздник сотни. Посмотреть комедию, встретиться с веселыми друзьями, спеть в караоке. Самый настоящий враг этому заболеванию – чувство счастья. Правда, на вопрос, что это такое, каждый ответит по-разному. О том, где искать счастье в нашем городе, знает моя коллега Ирина Ковалева. Это чувство воспевают в стихах, его желают и к нему стремятся. С давних пор философы и поэты пытаются дать ему определение, но до сих пор их поиски не увенчались успехом. Ясно только одно – больше всего на свете человек мечтает быть счастливым. Пожалуй, эта цель объединяет всех жителей Земли, независимо от пола, возраста и материального благополучия. Именно поэтому Генеральная ассамблея ООН и учредила Международный день счастья, который с 2012 года отмечается во всем мире. Не случайно датой празднования было выбрано 20 марта – день весеннего равноденствия. Вроде как равенство ночи и дня символизирует равное право на счастье всех жителей планеты. Конечно, в нашей стране март не самый располагающий к радости месяц, но в конце концов плохая погода настоящему счастью не помеха. Что же вкладывают в это понятие рязанцы? Для меня быть счастливой, чтобы у моих родителей было все хорошо, у моей семьи, у моего мужа быть любимой. И в принципе, наверное, все. Счастье – это когда ни в чем ты не нуждаешься больше. Все, что с тобой происходит, все тебя устраивает. Для нас семья, когда все здоровы. Семья, любовь, в семье благополучие – вот это счастье. Не так давно в нашем городе появилось много объектов, связанных с самым светлым чувством. Туда вошли площадь согласия, скамейка примирения и даже переулок счастья. Как и само понятие счастья, этот переулок весьма противоречив. И противоречит он главным образом законам логики, потому что абсолютно непонятно, где он начинается, где заканчивается и что нужно сделать для того, чтобы по нему прогуляться. И тем не менее, факт остается фактом. В Рязани существует уголок вполне осязаемого счастья. На этом все. Смотрите новости также на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok